Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 августа и по многочисленным просьбам, я все томаты-томаты показывала, люди уже просят показать перцы. У меня в теплице многие перцы поспели, но я отступлю от такого общего порядка, что сначала тепличные спелые, потом уличные. Сейчас хочу показать вам перцы, которые я выращиваю в открытом грунте и рассказать именно о тех сортах, которые можно высадить и получить даже биологическую зрелость в открытом грунте в холодных регионах. Не у всех есть теплицы, а перец, как вы знаете, он очень теплолюбив, он считается таким неженкой. И вот нынче я покажу вам сорта, которые можно вырастить без теплиц. Вот сейчас они уже все очень хорошо, дружно сформировали свои плоды. Некоторые даже начинают спеть. И я сорт за сортом буду вам показывать и рассказывать о них. В прошлом году я уже говорила о раннем сорте венте, но я его показывала в теплице. Вот он этот сорт, нынче он у меня на улице есть и есть в теплице. Кого интересует этот сорт, он может в теплице посмотреть, какой он покраснел, когда поспел. На улице они еще не поспели, но они уже близки к этому. И они уже, плод приобретает тот самый оттенок, у него как такой салатовый, свет слоновой кости, когда он зеленый. Он сейчас уже начинает как бы оранжеветь и скоро он поспеет. Когда он поспеет, я вам его покажу и расскажу. Вот сорт венте вы уже, кто со мной больше года смотрит видеоролик и знает. Еще какие сорта можно вырастить без теплицы на улице и получить спелый такой плод, именно приобретший цвет. Я вот выложила здесь, сейчас подождите. Вот карликовый сорт винни-пух. Вот эти, видите, коротышки. Он тоже предназначен для быстрого получения урожая. Они все хорошо завязались, они уже начинают приобретать цвет не зеленый, а такой как разноцветные начинают делаться. Какие там чуть-чуть оранжевые, какие розовеют. Вот винни-пух. Потом идет дальше венти. В этом году на улице будет испытываться. Ой-ой-ой-ой, сейчас. Потом нашла я новый сорт таежный. Еще его посадила на этой грядке. Потом тут у меня растет еще Виктория, которая тоже должна успеть поспеть. Потом вот белый налив, тоже скороспелый сорт. Я вам сейчас не буду их показывать каждый отдельно, потому что они все почти одинаковые. Ну как, когда они еще зеленые, они же не красные. Вот у меня первый винни-пух, потом идет венти, потом идет белый налив, потом идет медаль, потом идет таежный, потом идет Виктория. Вся вот эта грядка полностью у меня высажена для того, чтобы они поспели в открытом грунте. Когда они будут готовы, ну даже каждый сорт, ну как готовы, хотя бы по одному, по два стручка приобретут, цвет в биологической спелости будут, я буду вам показывать про каждый сорт отдельно. Но я вот сейчас вас хочу уже заверить, что они в открытом грунте выспеют, это точно, пусть не все, но какие-то экземпляры вызреют. Вот эти все сорта, они предназначены для того, чтобы люди могли их выращивать там, где лето короткое, где лето холодное. Вот эти дуги я поставила, я выращивала их без дуг, высаживала, а поставила на крайний случай, вдруг они не успеют немножко, если рано будет холодно, я буду накрывать нетканный материал, а вообще все лето они у меня сидели без укрытия. Вот так выглядят перцы на улице, я считаю, выглядят они неплохо, завязей очень много. Я вот так, я хожу сюда редко, а кстати, хочу заметить, тут по-моему одна была всего подкормка золой, и больше я ничего не делаю, я не делаю не потому, что считаю ненужным, а просто из-за нехватки времени. У меня их столько много, и ради эксперимента нынче высадила еще в открытый грунт крупноплодные сорта перца. Хочу посмотреть, какие из них вызреют в открытом грунте, смогут или нет, но это грядка экспериментальная, я на нее сильно не надеюсь, если не вызреют, то не вызреют, так уйдут просто в еду, в салаты. Но вообще, если честно, я не зрелый перец, если он не желтый, не красный, я его не ем. Мне кажется, не спелый перец, он как, у него вкус травы, нет такого аромата, сочности. Но хочу сказать, что завязались, они очень хорошо, все-все-все кустики имеют плоды по несколько штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, по пять, по шесть, смотря какие. Есть же некоторые крупноплодные, у них меньше будет плодов, а мелкоплодные больше плодиков. И вот на заднем плане, потом отдельно вам сниму, видите, великомученицы, сегодня их все обрезала до лыса. Это те самые, вот томат, ой, полюс, таймыр, буян, метелица, которые я высаживала. Они до того много завязи завязались, что тут у них случилось горе. Видите, начали обламываться под тяжестью и падать. И мне пришлось вверх весь-весь обрезать, вот эти молодые завязи, которые новые, все удалила, чтобы они не падали. Оказались палочки коротковаты, поставила, что-то не подумала. И вот эти верхушки, они заваливаются. Я потом сниму про них вам видео, но хочу сказать, что я вот посмотрела, сегодня я их обрезала. Ой, сейчас перескочу. Я посмотрела на них, посчитала, какой они дали урожай, выход на квадратный метр. И меня он ошеломил. Пять ведер плодов, я вам расскажу потом, как я считаю. Пять полных ведер плодов на один квадратный метр. Вот столько дали вот эти маленькие малыши. Так что ими не надо игнорировать, я потом вам все объясню в отдельном видео, расскажу про них. Они очень стараются нынче, и вяжут, и вяжут плоды. Пришлось их даже принудительно ограничить. По полкуста верхние. Вот здесь где-то оставила листики, где-то вообще ничего не оставила, потому что палки короткие. Я их все обрезала. Принудительная мера, потому что слишком много плодов, ничего не выдерживает. Они отламываются, я не хочу, чтобы они отламывались и падали на пол. Вот я их сегодня постригла, не только листья, но и кусты. И все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это я рассказывала вам кратко. Прошлась обзор сортов перцев, которые могут вызреть и дать полностью созревший плод в биологической спелости. Даже в открытом грунте без теплицы, и даже в таких холодных регионах, как наша Сибирь. Сибирь, Дальний Восток, Урал, все это, это все одно и то же. У нас у всех почти климат одинаковый. И если нет теплицы, надо правильно подбирать сорта. Обо всех сортах постараюсь я по возможности вам рассказать. До свидания.